Также, коллеги, по докладу по сухому читать не хочется. Вот и близится к завершению 2020 год. Так должен был начать Владимир Волков. Но мэр Ярославля от бумажки отказался. Об итогах работы депутат муниципалитета рассказывал в глаза. У нас идет активная работа по развитию нашего транспорта. Наши предприятия муниципальные сохранены. На предприятии ПТП прошло качественное и количественное обновление техники. Техника в количестве 167 единиц. Это автобусы, которые были закуплены новые, либо прошли капитальный ремонт той техники, которая была. Но такого количества давно на нашем предприятии не было. Не обошел стороной и самую актуальную тему последнего месяца уходящего года. Новую транспортную систему Ярославля. Никакого повышения цен не будет. Самое главное для нас критерий оценки – это оценка самих ярославцев. Первое, что нужно сделать – повысить безопасность и качество предоставляемой транспортной услуги. Поэтому в течение полугода мы будем работать над этим. Еще дополнительно будем проводить рабочие группы, общаться абсолютно со всеми. В этом году отремонтировали 25 километров дорог, 23 двора, скверы на площади труда и проспекте машиностроителей. Поручили уборку улиц городскому предприятию. Качество уборки города растет, количество техники у нас повышается, люди приходят новые. По крайней мере, у нас теперь уже есть тот коллектив, на кого можно рассчитывать. И, конечно, с каждым годом мы эти объемы только будем наращивать. Построен детский сад в Брагине. Еще один почти готов. Завершается строительство двух яслей. Сдали фок на Спартаковской. В планах на будущий год еще два сада. Подготовка документов на строительство корпуса и школы. Почти закончен дом на 36 квартир. Из аварийного жилья переедут больше ста ярославцев. 2020 год. Год непростой. Год испытаний. Проверка на прочность каждого специалиста. Конечно, и руководителя в том числе. Команда с Владимиром Михайловичем. Все сложные моменты отрабатываются. При этом все обязательства выполнили без кредитов. Как бы у нас не забрала эта пандемия порядка 400 миллионов рублей из бюджета, тем не менее домашние задания, которые берут на себя исполнительная в первую очередь и представительная власть, то есть депутатский корпус, она позволяет закрывать эти вещи, реализуя дополнительные активы. Дороги асфальтируются, сады строятся, благоустройство продолжается, транспорт новый появляется. Расходы на обслуживание долга удалось сократить. Деньги пошли на город. Рядовые горожане узнали об итогах работы раньше, чем депутаты муниципалитета. О достижениях городской администрации и ее главы можно было прочитать в специальном выпуске газеты. Вопросы мэру тоже можно было задать, правда не напрямую, а через социальные сети. Социальные обязательства и реализация нацпроектов в приоритете и на будущий год. Дергий Колчин, Антон Комаров. День в событиях.